В очередь за смертью выстроились уральские буренки. В Путиловском совхозе, где у коров выявили туберкулез, начался массовый забой. Всего под топор должны отправить 1700 рогатых, а это почти все поголовье. Удивительно, что доярки, которые фактически остались без работы, плачут не о своем бедственном положении, а льют слезы по любимицам. Кого убил туберкулез, расскажет Роман Сумин. Глядите в эти глаза, какой он больной. Здоровый теленок, разве можно его на убой? Останинских животноводов режут без ножа. Все фермерские коровы от мала до велика обречены на смерть из-за туберкулеза. Пробы, взятые у буренок в октябре, дали страшные всходы. У 18-ти нашли опасную инфекцию. Но зачем же уничтожать целое поголовье? Возмущаются местные. Сказали, так надо. Что, туберкулез. Поставили клеймо и все. И вот сейчас в таком просаке мы остались все в недоумении. Так дело в том, что это как бы на нашей территории, это градообразующее предприятие. У нас больше работать-то негде. И никуда не пойдешь. Но приговор ветеринарных врачей обжалованию не подлежит. Его приводят в исполнение здесь же, на ферме. Скотину забивают, а после сжигают в печи. Только это может остановить заражение. Это, пожалуй, самый трагический момент во всей этой истории. Каждый день на ферме в очередь за смертью выстраивается порядка 15 коров. Сегодня в ней осталась только одна буренка. Остальных уже увели на убой. Раньше забойщик, теперь палач. Истребление стада Алексей воспринимает как личную трагедию. Говорит, это конец не только ферме, но и целому селу, которое живет производством молока и мяса. Больше местным работать негде. На пустые коровники Людмиле смотреть больно. Доярка без пяти минут безработная. Ведь подопечных скоро не останется. Ее муж, работавший трактористом, уже в бессрочном отпуске. Будущая семья видит довольно мрачным. Идем на работу. Думаем, что сейчас придем, коровы на месте приходим, что они убавляются каждый день. А у вас, скажите, есть у вас какая-то любимая корова? Лодочка. До последнего она стояла почти что. Все равно ее забрали. Но жалость тут плохой советчик, говорят в Ростельхознадзоре. От коров туберкулеза могут заразиться люди. Поэтому приходится резать, не дожидаясь перитонита. Они все были в контакте. Они все технологически использовались между собой, как зерно, как механика, как люди ходили. Поэтому инфицированы, подозрительные, все животные тоже будут уничтожены. Однако пока с подозрением глядят именно на людей. Куда бы ни обращались другие люди, что работают в себе. Всем отказывают. Только говорят, что узнают, что из Станина. Говорят, у вас там туберкулез. Работают другую. Не берут, но это ненормально. Я тоже считаю, что никто не хочет нам помогать. Чтобы дать шанс на новую жизнь не только ферме, но и селу, областные власти обещают компенсировать ущерб от вспышки туберкулеза. Из бюджета выделят деньги на покупку телят, чтобы аграрии могли начать все сначала. Правда, пока стадо полностью восстановится, пройдет не один год. Так долго сидеть без работы останенцы не смогут. Роман Сумин, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.